Софи мы начинаем Да? Так, привет! С вами снова я, говорящая Чихуахуа Софи Сегодня я наконец-то со своим братом и дву... Сегодня я наконец-то со своим братом и двуногими улетаю в Таиланд Я так рада, так рада! А видеоблог? А, ну оттуда я тоже... Блин, буду вести свой видеоблог А сегодня мы поговорим об игрушках, играх и о том, как отучить грызть Вот, Карина Беленская просила снять видео о своих игрушках Блин, зачем надпись так ставить, меня же не видно Карина, перед отъездом я почти все свои игрушки раздала Остались лишь 3-4 поиграть иногда от скуки Но в этом видео они обязательно будут А вообще, я люблю игрушки типа веревок и весюлек всяких Дальше, Маргарита Крутого Она спрашивает, как выбрать игрушки собаки Маргарита, я считаю, что не так важна цена игрушки и красота Как то, что для Чихуахуа они должны быть легкими и их можно было грызть Вообще, игрушки должны быть разнообразными А их набор определяется уже характером вашего щенка или собачки Кто-то любит бегать за мячиком, а кто-то любит поваляться и погрызть веревку Кто-то обожает мягкие игрушки, а кто-то косточки Нужно покупать разные и следить за своей собачкой Какая игрушка ее привлекает больше всего? Сейчас в магазинах продают огромное множество игрушек на любой вкус Главное, не забудьте про размер, чтобы игрушку можно было взять в рот Катя Алеева, в какие игры играть со щенком? В какие игры играть со щенком? И Полина Флам, как поиграть со щенком дома? Итак, поехали Для растущего щенка игра это необходимость В игре он тренирует тело и развивается физически А к тому же обыгрывает ситуации, которые могут с ним произойти в будущей жизни Поэтому игры должны быть разнообразные Начните с простого Покидайте игрушку, вместе сходите за ней, снова киньте Подержите ее в воздухе чуть выше, чтобы было труднее достать Поволочите по полу А для того, чтобы снять скупу и удовлетворить потребность в чем-нибудь новеньком Придумайте игрушки-сюрпризы Лежала-лежала где-то, а тут нашлась Игрушки-загадки, где игрушка, где? Игрушки-задачки, как достать, например Чаще меняйте игрушки Кстати, для этого не обязательно покупать новые Достаточно спрятать старые в шкаф и предложить их вашей собачке дней через 5-7 И они уже будут как новые для нее Можно просто побегать вместе со щенком по дому и поиграть в догонялки В общем, фантазируйте Кроме игр с игрушками дома, лучше еще ходить прогуливаться Ездить куда-нибудь вместе, ходить в незнакомые места Это развивает, а еще общаться с другими собачками Можно научить приносить упавший мячик или другой предмет Все собаки должны подвергаться нагрузке, так как это залог здоровья А также в играх и упражнениях у вас есть отличная возможность Приучить свою собачку к выполнению разных команд Но прогулок и много игрушек недостаточно Важно научить собачку играть с самого детства И теперь переходим к вопросу Катюши-скоры Надеюсь, правильно имя назвала Итак, как отучить щенка грызь все, кроме игрушек Первое. Отвлечение внимания Как только щенок хочет заняться недозволенным делом Ему нужно тут же предложить игрушку Щенка постарше можно и шлепнуть не сильно, но сразу же предложить игрушку Если вы дома, провоцируйте ситуацию Оставляйте доступным привлекательные для щенка вещи И вовремя пресекайте его попыткой заняться ими Тут же предлагаю свой вариант поведения Не просто запрещайте, а предлагайте другую игру При нежелательном поведении щенка отвлеките его внимание Например, если лежа у ножки стула А ваш щенок обратил на него внимание Отвлеките его игрой А во время игры подсуньте ему другую игрушку Ко мне такого метода не применяли Но вообще можно побрызгать какие-то вещи Невкусно пахнущим для щенка средством Скорее всего, такие есть в зоомагазинах В общем, найдите точилку для зубов Чтобы отвлечь внимание щенка от ценных вещей Нужно просто найти что-то более привлекательное для него В зоомагазине продается множество разных косточек Безопасных для собачьих зубов и желудка Второе. Окружающая среда Уберите все ценные вещи подальше Когда щенок или собака остаются дома одни То на время отучения грызть вещи Лучше оставлять их в какой-то одной комнате Наедине с косточками, игрушками и прочими собачьими радостями Ценные вещи из комнаты следует заранее убрать А если вы дома, то постоянно следите за щенком И третье. Как вариант. Наказание В тот момент, когда вы увидели, как щенок уже грызет вещь Следует немедленно его все-таки наказать Наказывать нужно только тогда, когда собака конкретно сейчас В данный момент грызет обувь, мебель или другие вещи А не когда она их уже сгрызла То есть бессмысленно наказывать за уже сделанное Наказывайте исключительно, когда застали питомца на месте преступления Только так он поймет, что вы хотите от него Учитесь правильно наказывать собаку Как только вы застали щенка, грызущего какую-то вещь Немедленно подойдите и скомандуйте фу И накажите шлепком ладони по попке Не бейте по морде или другим частям тела И не кричите Если собака вас ослушалась и продолжила грызть вещь То нужно наказать строже И три пункта, которые вам потребуются для отучения щенка грызть Первое. Время и постоянство Сразу отучить щенка грызть вещи не получится Поэтому придется хитрить до тех пор, пока он не научится хорошим манерам Чтобы справиться быстрее, следите за щенком в свободное время Вовремя наказывая за проделки Второе. Правильная работа хозяина Кроме постоянства, важно научиться отвлекать внимание игрушками и прочими лакомствами Еще важнее научиться правильно наказывать собаку И третье. Терпение Знайте, что если вы работаете, у вас все получится Наберитесь терпения и займитесь самообучением и обучением щенка С вами была Софи Подписывайтесь на мой канал Вступайте в мои группы ВКонтакте Ссылки в описании И будет вам счастье А, совсем забыла Еще раз для тех, кто не знает Я сегодня уезжаю в Таиланд Но блог буду везти оттуда Прямо с пляжей и морей Так что все видео, которые мы планировали Обязательно будут на моем канале Ну все, пока А что такое с пляжей и морей? Иди почитай, Эйван Субтитры сделал DimaTorzok